Итак, здравствуйте, дамы и господа! В этом видео я хотел бы прорекламировать свои услуги по регистрации аккаунтов ChatGPT. Для тех, кто сам не может, у кого какие-то проблемы или там выскакивают какие-то ошибки, за 250 рублей готов зарегистрировать вам аккаунт на вашу почту. То есть вы сами регистрируете себе почту, потом скидываете мне ее, и я на нее регистрирую. То есть от вас потребуется только перейти по ссылке, либо если вы уже регистрировали аккаунт, то скинуть еще пароль именно от чата ГПТ, который вы вводили на сайте OpenAI. Но лучше, конечно, чистую почту. Если не хотите, чтобы я регистрировал на вашу почту, то вы можете приобрести услугу регистрации на мою почту, но это будет стоить чуть дороже, 285 рублей. Просто потому, что именно регистрация почты занимает больше времени, чем регистрация самого аккаунта ChatGPT. То есть 35 рублей – это, грубо говоря, за лишние пару минут, которые мне придется потратить. Работаю полностью по предоплате. Соответственно, если вас заинтересовало предложение, то свяжитесь со мной по адресу t.me.betart671.ru. То есть это Telegram. t.me.betart671.ru. В общем-то, также это будет на моем веб-сайте betart671.ru. То есть вот на этом сайте вы сможете найти информацию, плюс на главной странице там как раз-таки будет ссылка на меня в Телеграме. То есть вы заходите, пишите мне «хочу купить аккаунт ChatGPT», но работаю я полностью по предоплате. Значит, работаю полностью по предоплате. То есть вы мне платите деньги, кидаете деньги мне на номер телефона, я проверяю, пришли ли ваши средства, и потом уже начинаю регистрировать. Значит, предоплата. То есть вы оплатили, все пришло, и, короче, начинаю регистрировать. То есть ChatGPT можно использовать по-разному. Можно учиться иностранным языкам, можно учиться программировать, можно просто его использовать как энциклопедию. Конечно, не стоит на 100% доверять ему, потому что иногда он может придумывать всякие вещи. Вот, поэтому всегда проверяйте то, что он вам сказал. Допустим, вы захотели выучить немножко английский язык. У вас, например, уже есть уровень intermediate, и вы хотите написать роботу что-нибудь, да, допустим. Can you help me with phrasal verbs? То есть можешь ли ты помочь мне... Так, это раскладка. Можешь ли ты помочь мне с фразовыми глаголами? Can you help me with phrasal verbs? И попросим его, чтобы он дал нам, там, 10 примеров, допустим. Can you give me 10 examples? Вот, и смотрим. Так, у меня тут экран внизу, подниму его повыше. Значит, и вот он начинает писать мне, там, look up, да, и объяснение на английском языке, там, take off и объяснение, put off, turn on, break down. Дальше, give up, bring up, run out of, look forward to, set up. Вот, то есть вещь полезная в быту, так скажем. Вот, поэтому, если вы заинтересовались, пишите мне, если у вас были какие-то там ошибки, типа, your account was flagged, то это я умею обходить. То есть я пробью, так скажем, сайт chat.openae.com и, короче, я зарегистрирую вам аккаунт. То есть вы уйдете обязательно с аккаунтом. Но, смотрите, как только вы оплатили, обязательно сообщайте мне, то есть что вы это сделали. На этом все, с вами был я, Абитарша71, ссылка будет в описании, а также в первом закрепленном комментарии. Спасибо за внимание, всем пока.